Добрый вечер! За насчет глобального потепления можно уже не переживать. Эту проблему мы решили. Плохая новость в том, что там нет электричества. Ветряки замерзли, и электросеть перестала работать. Миллионы техасов сегодня утром проснулись замерзающими. Не было отопления, не работали светофоры и мобильная связь. Школы были закрыты, автомобили попадали в аварии. Больницы отменяли запланированные операции. В Форт Уэрте людям приходилось кипятить воду, потому что без электричества ее было не очистить. Совет по надежности электроэнергии Техаса, какое ироничное название. Видимо, не знает, что со всем этим делать. Там просто сказали людям, чтобы они перестали расходовать так много энергии на обогрев. Итак, в Хьюстоне сотни техасов пошли в центр оказания помощи как беженцы, чтобы не замерзнуть насмерть. Но почти наверняка некоторые в Техасе сегодня умерли от переохлаждения. Позже, на этой неделе мы узнаем, сколько еще умерло от отравления угарным газом при попытке согреться с помощью импровизированных обогревателей, мангалов и автомобильного выхлопа. Такое происходит каждый раз. Когда отключается электричество, даже продвинутые общества становятся примитивными и опасными. Умирают люди. Мы уже неоднократно на протяжении многих лет видели это в Калифорнии. Веерные отключения электроэнергии в штате, которые якобы относятся к Первому миру, но неумолимо погружаются в хаос. Но в Техасе кто это ожидал? И дело не только в том, что Техас главным образом республиканский. Казалось бы, уж что-что, а поддерживать электроснабжение Техас должен быть в состоянии. Главным источником электроэнергии является природный газ. А в Техасе его добывают больше, чем где-либо еще на континенте. Техас, как известно, штат нефти и газа. Остаться без энергоснабжения в Техасе все равно, что умереть от голода в продуктовом магазине. Такое может получиться только нарочно. Так и было сделано в Техасе. Вместо того, чтобы радоваться богатым природным ресурсам штата и извлекать из них пользу, политики пошли по модному пути и безрассудно положились на так называемые альтернативные источники энергии — на ветряки. 15 лет назад в Техасе практически не было ветроэнергостанции. В прошлом году приблизительно четверть всего производимого в штате электричества было от ветра. Местные политики были довольны, они хвастались этим, как будто есть что-то добродетельное в уродовании ландшафта и приведении электросети в упадок. Только на прошлой неделе губернатор Грег Эбботт с гордостью принял так называемую награду за лидерство в области ветроэнергетики. Ему ее благодарно вручила компания, делающая деньги на зеленой энергии. И так все работало прекрасно до того дня, как на улице стало холодно. Ветряки пришли в негодность, как и положено, глупым модным аксессуаром. И в Техасе погибли люди. Гораздо больше людей, чем погибло в Капитолии 6 января, просто для справки. Все это мы вам рассказываем не для того, чтобы обругать Техас. Это на самом деле замечательный штат. А для того, чтобы дать вам представление о том, что вот-вот произойдет с вами, с каждым штатом. И это не наши домыслы. Вот новый президент объясняет свой план. По моему мнению, мы и так уже слишком долго откладывали принятие мер по поводу этого климатического кризиса. Вот почему я сегодня подписываю указ об усиленной реализации нашего амбициозного плана по борьбе с экзистенциальной угрозой изменения климата. Это экзистенциальная угроза. Просто зачитывая текст. Климатический кризис, экзистенциальная угроза, амбициозный план. Эти фразы вы слышите часто. Заметьте, все они подозрительно неопределенные. Что же они означают для вас? Ну, для начала, повышение цен на энергию. Бензин уже подорожал, если вы не заметили. Электричество на очереди. От повышения цен страдают самые слабые, с инфляцией так всегда. Но это еще не самое плохое. Зеленая энергетика неизбежно означает аварийные отключения. Когда-нибудь с развитием технологий это может измениться, но на данный момент, при нынешнем технологическом уровне, дело обстоит именно так. Зеленая энергетика означает менее надежную электросеть. Точка. Это означает перебои, вроде тех, что мы видим сейчас в Техасе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok